А вот эта поразительная история усыновления произошла в Татарстане. Воспитанницу одного из детских домов решила забрать в семью ее родная мать, которая отказалась от ребенка сразу после родов. Причем это решение женщина приняла, прочитав о собственной малышке в местной прессе. Подробности у Светланы Костиной. Вот наши успехи. Все это первое место, первое место. Татьяна Лазарева с гордостью рассказывает о достижениях Вероники. В классе она лучшая по рисованию. Доказательство Вероника показывает свой альбом. Ее младший братишка Данила только грустно вздыхает. Его рисунки не такие красивые. Я не думаю, что он настолько будет самостоятельный ребенок. Все сама. И поест, и попьет, и нальет себе сама чай. Так что у нас проблем с этим нет. Вероника большую часть своей жизни провела в детском доме. А дочери Татьяна отказалась сразу после родов. Женщина рассказывает, что тогда, увидев свою дочь, сильно испугалась. На руках маленький двухлетний ребенок муж Татьяну бросил. Ей тогда казалось, что дочка инвалид станет огромной обузой. Ну, еще врачи, да, тоже говорили, что как бы со здоровьем слабенькая она. Как бы долго, говорят, наверное, и не проживет. Вопреки прогнозам врачей, Вероника выжила и стала всеобщей любимицей детского дома. Она быстро научилась ходить и даже пыталась помогать воспитателям заботиться о других малышах. Девочка была очень добрая. Она очень хорошо шла на контакт. Она научилась сама себя обслуживать и кушать, и причесываться, одеваться. В местной прессе об удивительной девочке много писали. Именно из газет Татьяна узнала, что ее дочка живет в городском детском доме. Все публикации женщина хранит до сих пор. Из газет Татьяна также узнала, что Вероника пошла в первый класс. А еще журналисты рассказали о самом заветном новогоднем желании девочки. Я писала на Новый год письмо, чтобы у меня появилась своя семья, чтобы они меня удочерили, забрали к себе домой. И это желание не сбылось. Рассказать свою историю мужа Татьяна долго не решалась. Она второй раз замужем и родила еще одного ребенка. Дмитрий полностью поддержал Татьяну и ее желание забрать дочку из детского дома. Теперь в их семье трое детей. На этих кадрах первые дни Вероники дома. Она ни на шаг не отходит от мамы и все время повторяет одни и те же слова. Я люблю тебя, мама. Вопросов задает Вера очень много. Почему так случилось? Не знаешь, что ребенку ответить. Вероника мечтает стать дизайнером. У нее уже есть собственные эскизы. Первым делом наряды для мамы, а уже потом для себя. Светлана Костяна, Олег Матюшин, Ренат Бикинин. Первый канал. Набережные Челны.